Мы оказались на лосокном побережье Франции. Надеюсь, у нас будут на нашем пути очень красивые виды. И нас не оштрафует контролер по тому, что мы не сделали оближаться на своих билетах. На прикладу на этом ничего не прикладываю. Сейчас это ему больше не сняли. Между Ницей и Монако вот такие красивые пляжи, прям вообще суперские, классные. С прозрачной водичкой. Вот здесь парковка, вот наш отель, в котором мы жили. Держи, я не дала проснять видео обзор про этот отель. Вот я гулял туда, вот здесь на этом пляже я дрона запускал. Самое интересное то, что мы сейчас приедем в Монако, и там будет очень красивая станция железнодорожная. Только ради нее мы поехали на поезде, чтобы посмотреть. Она находится высоко в горах, и там такие красивые виды завораживающие. В поезде работает кондиционер. Есть вот по две розетки на каждое кресло. Можно подзарядить свое устройство. Погода здесь переменчивая. То есть днем могут люди купаться, без проблем вообще загорать. А ночью очень холодно, даже никто не хочет выходить. И все закрывается в девять часов. Все магазины, все кафе, рестораны. Нравится тебе здесь? Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь бросаем в бантики. Это мой последний день на Титанике. Я схожу на берега. Я сегодня до темна и пью чувства без альда. Я свободна, я жива. Отключите провода от моих белых крыльев, а мне пора. Я себя сделала сама, я никому ничего не должна. Отпустила и взлетела, выше к далеким берегам. Вопреки шансам и острым волнам. Отпустила и пропела. Жене кто-то рассказал, что здесь во Франции около двух тысяч брошенных замков. Наверное, пилот вертолета, с которым она летала. У нас здесь продолжаются красивые виды. Все вот это побережье, оно вот так на горе. То есть, как ласточкино гнездышко. Мы за год уже почти подъезжаем. Да? Да, очень быстро, даже меньше, чем весело. Очень быстро. Да, виды не перестают поражать. Ну и вот прям кто-то живет, представляете? Вот в таких местах. Здесь еще в поезде я обнаружил, что есть вот такой стол. Я думаю, можно с собой что-то покушать, взять клубнички, игристого вина и наслаждаться поездкой еще сильнее. Женя сейчас нам будет рассказывать про Монако. Здесь можно нажать кнопку специальную, чтобы открылась дверь. можно на велосипеде заехать, можно инвалидом заехать. Это снизу, по-моему, тоже второй класс, если я не ошибаюсь. Но поезд, конечно, очень комфортный, скоростной. Вот, дверки закрываются. Вот так он выглядит со стороны. Посмотрите, какая здесь высота. Я просто в шоке. Птички летают. Конечно, вот эти люди, которые здесь живут, вот в этих домах, они просыпаются каждый день, уже это видят. Наверное, еще... А то там еще выше есть. Капец, я такого в жизни вообще никогда не видел, чтобы вот так идти и чтобы внизу была такая пропасть. Вообще, на чем это все держится? Я не понимаю и как это все держится. А мне вон тот дом нравится. Синий. Вау. Во Франции очень хорошо развит общественный транспорт. Много автобусов, несмотря на то, что у них здесь узкие улочки, дорожки такие, все равно ездят автобусы. Но проезд самый дешевый на автобусе получается полтора евро. А если куда-то переехать с одного города в другой, это как Женя один раз села с аэропорта, чтобы проехать две остановки, на международный автобус и заплатила пять евро. Решила шикануть. Да. А мы вот все выше и выше подымаемся. Конечно, вот в таком городе, как Монако, нет никакого смысла вообще приезжать на машине, потому что здесь настолько все рядом и постоянно нужно останавливаться. Пентли кабриолет. Дедушка. Очень круто выглядит, потому что здесь стоимость топлива очень высокая и иметь Хаммер здесь я вообще не знаю, но неразумно как минимум. Да, здесь есть казино, но нас сюда все равно снимать там нам никто не разрешит. Ну, что русло, красивое здание. Ну, ты же туда уже ездила. Ну, за Карлом. Ты что, не... И я не была в казино. У тебя что, не василий туда? Я была только в Будобаре и все. И что, как тебе Будобар? Мне не очень понравился. Ну, конечно, тебя... Там было очень много людей. Мы были пьяные иностранцы балом. Какой-то, знаешь, бардак. Тебя тяжело удивить в последнее время? В каждом шагу здесь лифты. То есть вот эти лифты, они подымают и спускают людей именно по вот этим уровням. Это, конечно, удобно, потому что здесь такие перепады высот. На движт лифтах. Спустились оттуда, с самого верха и оказались здесь возле... Возле моря уже. На этом нижнем уровне. Мужины, тачки крутые, крутые яхты. А люди... О, Феррари, Феррари, смотри. Мы сейчас начнем считать, сколько их здесь. А люди здесь обычно скромно себя ведут. Никто не выпендривается. Хотя, Женя, что ты там... О, смотри, собака на сцене. Что ты хотела про Будабар? Иностранцы напились и начали к тебе приставать, да? Да. К тебе? Да. Что они говорили? Они спорили, сколько мне лет, и спросили 22, я сказала, да. Кто они? Там их много было. И что, они сидели с собой рядом или что? Они сидели возле нашего стола, и меня постоянно подвигали вот так стулом. Потом, когда в очередной раз я встал, подвинулся, сказала, типа, «Девушка, вы специально свой стол к нам поближе подвигаете на английском?» Ага. А ты что сказал? Я не хотела с ними общаться вообще. Потом пришлось даже пересесть. Мы поменялись местами с одной девочкой, чтобы они не лезли. К тебе? Да, они постоянно ко мне оборачивались, что-то говорили. А, типа, ты такая красотка, а ты не лезли, да? А к тебе лезли, да? О, смотри, как быстро едет. Видишь? Спешит куда-то. Я так понимаю, здесь нельзя переходить. Это не Maybach, это S-класс, Мерседес. Но Maybach это, в принципе, тоже Мерседес. И он сделан на базе S-класса, поэтому... Какая? Да, 20 миллионов евро стоит такая яхта. Ну, аж такая была. Это чередный город. Чё? Я продал. Продал, а деньги отдал на благотворительность. Двигали они тебя, двигали, и чё потом? Может, ты это всё придумала? Да, придумала. Ну, да, чтоб похвастаться. На самом деле, в плане практичности, гораздо дешевле такую яхту арендовать. Потому что, в любом случае, человек, который этой яхтой владеет, он не будет ей пользоваться каждый день. А за неё нужно... В этой яхте есть команда, и потом нужно платить за причал, нужно платить за обслуживание, нужно платить за топливо. Даже машину загнали туда. Ну, в смысле, они не загнали её, они как-то её затащили туда, и она там у них для красоты просто стоит. И, в итоге, если вот это всё посчитать, все вот эти расходы, будет вообще крайне невыгодно иметь такую яхту, с учётом того, что там даже 3-4 раза в год её использовать, гораздо проще, гораздо выгоднее её арендовать. Мы с Женей тоже решили арендовать себе яхту вот такую. Мы ж не хуже других. И просто пересечь залив. 2 евро стоит. 2 евро стоит. Мы едим вот такие эклеры вкусные. И ещё у нас есть сыр с плесенью. И морковку мы кушаем. Вот наш капитан, наша команда. Вот это, кстати, к этому дедушке Женя приставал. Я когда пришёл, они рядом сидели и ворковали. Ты к ему внучке вообще ходишь? Там станция метро, вот там, где мосты. То есть вот так мимо трибун можно туда пройти. И получается до туда дойти, а назад вернуться вот на этой лодке. Кстати, запрещено здесь пить и есть. Я только что заметил. Наверное, русских это не касается. В этом городе или даже это королевство, если я не ошибаюсь, Монако, всё тоже так же построено на берегу. Но здесь нету маленьких домиков, здесь небоскрёбы на берегу. Со всех сторон эти лодки стоят и прям яхты одна круче другой. Дядя хочет фотографировать с Женей, который сидел на скамеечке. Я не буду им мешать. А вот это кассино, куда меня Женя тащит, куда я вообще не хочу идти. О, а там смотрите фильм снимают. Мы сейчас тоже заснимем. Или это просто приехала машина и все её решили сфотографировать. За Женей. Посмотрите. Ра реально приехала в Ламборджини и все начали её фотать. Ну? Очень красивая машина. Машина как машина. Сюда приезжают все на своих тачках попонтоваться. У кого круче. Со всей Европы съезжаются сюда люди. Они гоняют вокруг. А потом куда она идёт дальше? Она вокруг. В смысле она чё такая маленькая что ли? Вокруг улицы. Ну тут она далеко туда уходит. Потом туда, туда и сюда. Ну здесь же тесно. Вот тут тесно. Кафе убирают. Да? А сейчас кто здесь ездит катается? Сейчас кто хочет погонять. Чё? Думаешь это тебе Маша? Вон там не да. Ну а не просто ездят. Кто-то может газануть пару раз. Кто-то просто спокойно вот едет. Как этот? На мини? Да. А вот Бентли любимая Женина. Как будто бы Женя едет за рулём. Может я и буду когда-нибудь съездить? Конечно будешь. Когда от меня оторвёшься, избавишься. Нет не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Сейчас насыпят туда деньги, машина сном посчитает. В Японии тоже так делала. забыл отношению смотрелся каких здесь машин только нету вот причем они разукрасили вместе одинаково разукраску сделали монако работает полиция не все здесь так чисто не все так вкусно не все так сладко вроде бы дорога но и в то же время это трасса формула-1 здесь вот даже экскурсионные автобусы проезжают иногда бывает что могут помчаться люди на очень мощных автомобилях и проходят здесь гонки я чувствую запах моря запах соли он такой прекрасный российский корабль стоит адмирал вадимирс это из англии приехал это мустанг называется я бы назвал бы этот город городом понтов потому что сюда именно люди приезжают попонтоваться и показать что у них есть но явно я на . не так сделал бы жене меня тащит казино я не знаю ты хочешь об этом поиграл можем рискнуть можем рискнуть все а чё все поставим на красное или на черное как там обычно это делает и ты с тобой а если без тебя я не хочу идти туда куда все я хочу пройти по этой дороге здесь наши отели вот это отельные номера и здесь можно прям сразу вот возле казино остановился как там старбакс же не говоришь что это опера в таком прекрасном месте наконец-таки нашли это казино которое все любят здесь очень много дорогих автомобилей вообще здесь зашкаливает чувство любви где деньгам в деньгам да очень много важных людей которые вроде бы даже и не важны но все равно стараются быть важными вот казино монте-карло не знаю я лично ничего особенного в этом не вижу казино как казино люди приходят проигрывать деньги что какой может быть удовольствие от того что человек проигрывает деньги ну невозможно понимаете выиграть вот в таком месте потому что там все рассчитано и ты чего забежала боишься потеряться боюсь растворить раствориться mercedes вот это самое наверно популярное кафе в монте-карло потому что здесь нет мест и все что-то заказывают пьют выпивают и здесь наша очередь скорее всего вот чтобы в этом кафе поужинать или пообедать нужно поставить в очереди сначала сессии дети тоже в шубах ты видела они по моему близняшки если я не ошибаюсь у них две одинаковые шубы да 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 мама в шубе и детки в шубе здесь работает наверное всю свою жизнь швейцаром и а тете пришлось собака фотографироваться да да собака собака самая невозмутимая да они любят бульдогов да это вот стэйси кстати же не на любимая тоже таких собак любит не в недавно женя посмотрите коричневый rolls-royce и и черный с белым rolls-royce вот это самые красивые на автомобиле на планете но после тесла конечно опять там бентли и вот сейчас мы проходили здесь под этим всем то есть под нами находится сейчас шоссе и вместе с шоссе гонка гоночная трасса трасса формула 1 а вот здесь даже есть фотографии вот в каких годах как проходили эти гонки то есть эти гонки с восьмидесятых с 1800-х годов здесь проходят и я думаю это уже историческое место то есть они будут здесь и будут и будут проходить потому что это по всей видимости конечно уникальное место пропитанная роскошью издревле достаточно два-три часа наверное для посещения этого места и вообще вопрос стоит смысл есть сюда приезжать или нету потому что ну сюда приезжают люди с очень высоко с очень высоким достатком заходят сюда на яхта у которых есть взлетно-посадочные площадки для вертолетов я думаю нужно заместо того чтобы приезжать в такие места лучше работать и зарабатывать деньги а потом уже посещать их как членом этого этого клуба прекрасно даже они говорят что это не про меня спасибо тебе за поддержку из-за вдохновения и вообще за то что тем я буду с тобой я когда доверила во что-то большее чем чьи-то громкие слова чьи-то нежные глаза по факту в которых пустота на Титанике Покидать Ниццу покидать Возлодный берег но мы еще будем ехать по побережью вот сейчас здесь будет Каннский аэропорт Каны но мы туда в этот раз заезжать не будем потому что у нас очень мало времени вообще в Толфанции я думаю можно путешествовать вообще очень долго я бы даже наверное сюда приехал бы может даже на месяц и досконально бы здесь по всем городочкам по всем деревенькам все равно мне кажется настоящая Франция такая истинная вкусная и красивая она где-то во французских деревнях деревнях там наверное и в ресторанах не так дорого потому что все равно все равно в деревнях не такой уровень жизни высокий и я думаю там как-то местные жители стараются все приготовить мы взяли машину автомобиль Рено 2008 если я не ошибаюсь модель называется у этой машины пробег полторы тысячи километров всего лишь то есть может быть ее даже на нас никто и ни разу не брал в аренду никогда она новая и она с механической коробкой переключения передач у нее здесь есть навигационная система она дизельная но этого не ощущается вообще в европе очень много машин использую с дизельными моторами потому что здесь стоимость топлива высокая здесь полтора евро стоит один литр это на наши казахстанские деньги почти 500 тенге и ну это в три раза дороже чем у нас стоимость топлива но это топливо здесь качественно и то есть если я его здесь покупаю заливаю одинаковое количество я на нем здесь проеду больше чем я допустим сделаю то же самое в Казахстане потому что я не знаю из чего у нас делают топлива и ну оно не соответствует в общем заявленным характеристикам я это уже не раз замечал еще одна заправочная станция тоже здесь есть вайфай есть вот эти штучки где можно отдохнуть вот я покажу вот так выглядят эти коннекторы они бывают разных видов вот такие бывают и бывают такие а еще вот такие бывают вот это на самом деле неправильно потому что посмотрите вот одна станция да а сколько они тратят кабель и кабелей сколько они тратят вот это резиной и сколько они тратят ресурсов чтобы сделать три автомобильные производители на мой взгляд могли бы договориться сделать какой-то один универсальный кабель для всех вот это специально для для домов для автодомов в принципе здесь вообще можно заночевать спокойно если есть автодом вот так ехать оставить здесь машину приготовить что-то покушать остановить машину и понаслаждаться здесь такими красивыми видами здесь вот ежики живут разные птицы да только с нами спать не хочет вот вот это франция вот едет себе экскаватор посреди дороги ему никто не с ней не сигналит ничего вот он едет просто едет объезжают его спокойно копать сейчас будет вот вот мы сделали остановочку небольшую возле замка увидели древний замок и решили зайти в ход я так понимаю бесплатный в этот замок здесь такие сады кто-то здесь из богачей жил влиятельных очень французских и мы теперь тоже себя можем почувствовать королем и королевой прогулявшись здесь из этого замка да сделали отель четырехзвездочный отель сейчас посмотрим сколько здесь стоит ночь в этом отеле туда даже на машине можно заехать ночь стоит от 75 евро мне кажется здесь в этом замке энергетика не знаю какая хорошая или хорошая и туристический центр тут тоже прям расположен в этом замке большом и внутри этого туристического центра есть бесплатный вай фай то есть можно подключиться вот так этот замок выглядит со стороны здесь такая естественная вентиляция ветер так подул сильно я подозреваю что здесь какой-то есть музей или какие-то экспозиции вау да вот здесь я так понимаю здесь малины раньше люди или еще что-то делают такой прям большой холл туалет тут я здесь вижу так здесь ресторан ресторан-бар там рояль стоит да это скорее всего какое что-то такое священное туалет мужской женский умывальник здесь есть я так понимаю что у них здесь проблема с питьевой водой нету нигде бесплатно питьевой воды я так подозреваю что у них можно можно пить воду из-под крана так выглядят номера здесь уже все красиво сделали к каждому номеру подходит лампочка и подсвечивает номер интересно конечно сделали в принципе достаточно недорого здесь стоит остановиться не смотря на то что это так вот здесь библиотека есть это вот отель вот этот библиотека закрыта да это какое-то священное место вот в общем там мы остановили оставили своей машине и очень много там автодомов которые приехали сюда дома на колесах что интересно еще выше ну да конечно то есть обслуживание замка дорогое а так кто-то из инвесторов этот замок выкупил сделали здесь отель здесь можно еще выше еще выше номеров очень много не будем останавливаться на достигнутом и может быть найдем себе замок получше или найдем какой-нибудь отельчик который находится где-нибудь в лесу может быть вот это оливки вот так растут очень красиво кстати по франции вот так делают вино сразу бутылки здесь стоят они вот эти бутылки наполняют вином наливают и вон там прям сразу я вижу оно в коробках стоит и магазин то есть тут же на этом заводе сразу можно купить вино так выглядит винзавод во франции дома туда меня боится запускать потому что дома там будут пробовать а дома не за рулем и они ходят чтоб мне давали пробовать а что сейчас какой смысл пробовать да 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 средь бела дня а вон да по моему еще один винзавод здесь у них прям этот завод на заводе какой-то регион где очень много вина поэтому я говорю нужно брать автодом в аренду или покупать нива посмотри посмотрите нива стоит советская где-то вот так прям парковаться возле этого завода и дегустировать ребята продают яблочки клубнику картофель картофель семь евро по моему десять килограмм стоит вино вон там продают сколько стоит клубника неизвестно цены нет дети французские прям я отсюда почувствую запах клубники с машин должно быть очень вкусно продается такой маленький разный сыр да такой милый а че ты не всел сыр да я подумала что понял что я что-то не съем и сколько стоит а ливки в банке сколько вот эта штука стоит это чуть больше половины десять евро я дала десять евро да капец жесть но ну да сейчас просто из-за того что время такое поэтому покажите сладкая вообще просто может она с кому она во-первых пахнет во-вторых сладкая а корзина какая это сколько надо сил потратить чтобы такую корзину сделать может даже эту корзину можно с собой забрать и вообще не жалко денег ничего не жалко никого да давай тебе попробую тоже праздник у тебя тоже будет классно вот я смотрю это ну вообще деревня деревней гремучая такая деревня ну здесь настолько все красиво и вот у них даже вот на развязках виноград растет посмотрите как круто на дороге да и больше всего меня удивляет это то что они здесь все красиво и так чисто опрятно одеты несмотря на то что это деревня там какая-то или какой-то маленький голраточек не чувствуется разница между людьми я думаю даже в таких местах можно больше увидеть францию настоящих французов нежели где-то в больших городах потому что там уже много иммигрантов и так далее и тому подобное поэтому я все таки выбрал такой маршрут поели клубники мы с удовольствием посмотрите слаймон большой гигантская клубника она очень большая она как половине жениной руки как яблоко здесь тоже какая-то этот ярмарка там по моему даже устрицы продают ну вино точно продают вино здесь можно купить везде на каждом здесь продают вино алиски хлеб и и и и клубнику укуси она сладкая нет ну ладно че то да ладно че то мы с тобой целуемся ну я думаю такую клубнику все равно тяжело такую клубнику вырастить натуральным путем я думаю все равно они что-то добавляют даже даже ананасы посмотрите вот вот так все лежит на улице люди сначала набирают люди сначала набирают потом идут в магазин и оплачивают то есть они берут на улице заходят в магазин и оплачивают насколько здесь все таки честно она очень сладкая очень сладкая невероятно что такая большая сладкая она тебе в рот помещается а ты можешь ее полностью себе засунуть нет да ладно че то так быстро давай да непонятно почему действительно она такая большая такая сладкая обычно такого не бывает наверное сара удивилась очень сильно если такое увидела она бы с ума с помощью съела ну да чтобы переночевать я именно хочу чтобы у нас была ночевка где то вот в таком месте деревенском где нет инфраструктуры ничего только максимум сыр вино ну и хлеб конечно корова и сеновал да и самое главное сеновал чтобы был а то что я не может без сеновал и обязательно нужно заряжаться от меня в автобусе здесь ездят очень красиво конечно я всем у кого есть кто любит путешествовать у кого есть возможность возьмите машину в прокат это не так дорого стоит на самом деле и то что я говорил про топлива на самом деле так мы уже проехали наверное километров сто и стрелка буквально совсем чуть только отборилась потому что мы сегодня оказались во французском городе Лион в самом центре можно сказать в самом его сердце здесь вот река если я не ошибаюсь это река называется до старый ли он здесь есть он распределяется он на старый и новый ли он вот молодежь катается на сегве в принципе здесь особой суеты я не вижу не замечаю что площадь вот здесь такая я так понимаю это одна из центральных площадей майкл корс мужское мужское да было всегда вот здесь дядя на лошади на лошади на лошади это собор или замок сверху да что то там наверху я тоже вижу есть такое что там что там Лионский собор но здесь здесь везде одностороннее движение очень много улиц с односторонним движением и улицы очень узкие вот такие вот поэтому здесь на автомобиле достаточно проблематично двигаться оно конечно красиво но здесь невозможно оставить машину то есть нужно было машину оставить или в отеле или где-то сейчас я не знаю здесь найти но я думаю парковок здесь не будет здесь можно я вижу знаки что можно остановиться но парковать нельзя поэтому лучше конечно в такие места приезжать либо на мотобайке либо на какой-то машине вот такой электрической которую можно будет оставить либо вот он выезжает у него машина гораздо меньше чем у меня и я туда не помещусь точно я не смогу сюда припарковаться поднялись мы наконец нашли дорогу но здесь оказался тупик и здесь очень мало места я не знаю я думаю я здесь не смогу развернуть такую машину я конечно постараюсь да здесь даже станция метро есть вот велосипеды временем поднялись на самую высокую точку Леона здесь такая смотровая площадка кофе вон там продают да конечно здесь очень круто видно весь Леон сразу все речки здесь все здания думаю даже можно найти наш отель в котором мы живем все все смотрите как как в котором все смотрят про войну королей спасибо спасибо сколько там их было Игра престолов Игра престолов, да И они всегда там в пабах останавливались И заказывали эль И в таких чашках приносили пивных И что? Ты теперь тоже хочешь как они? Да, я же обезьяна В смысле? В смысле? Можно арендовать вот такую машину По приложению К ней достаточно подойти, приложить Или сюда, или еще куда-то То есть она откроется, разблокируется Можно сесть дальше, поехать Да, она сейчас заряжается И они повсюду стоят По городу, эти машины И для них бесплатные парковки Предусмотрены Предназначены А вот здесь аппарат Мы должны заплатить за парковку За парковку должны заплатить Но мы не знаем как это делать Поэтому платить за парковку мы не будем Быстро здесь сейчас просто погуляем Вот после этого Лионского собора Оказывается там музей был Ресторанчики здесь Бары, но никто Еще может быть вечером придут Такой мороз Кто захочет сидеть на улице Да, неприятно, конечно Что здесь сейчас Такая погода Вот, а здесь уже Мы зашли вовнутрь Здесь уже не так Не так холодно И Соки здесь делают Блинчики жарят Фастфуды разные Вот так, в общем Прийти погулять На полдня хватит Конфеты всякие разные, да? Мармеладки Женины любимые Пираты Карибского моря А вон, смотри, даже трусы из конфет Можно купить Кэнди стрингс Кэнди стрингс Музыканты Заводы стоят одни музыканты в стране А вот эти люди По-моему, просят Деньги именно не для себя А для своих животных Что типа вот у них две собаки И они просят Чтобы их этих собак Кто-то накормил Здесь музей Из фильмов Всяких персонажей здесь Да, но может быть мы Даже, наверное, вечером сюда придем Оденемся потепле Или летом уже приедет Да, мы очень сильно хотим сюда вернуться летом Попутешествовать здесь На автомобильном доме Я, по крайней мере, не знаю, как Женя Поедет она со мной, не поедет Вот, я хочу Мне очень сильно напрягает То, что нужно постоянно переезжать И искать новые отели А в автодоме Можно все свои вещи сразу разложить И путешествовать в таких местах Даже, где нету цивилизации Где нет отелей Меня это больше привлекает Да, эта улица Она как бы двухсторонняя То есть Можно зайти в одном месте И полностью ее обойти Это типа Арбата, наверное, такого леонского Здесь погулять хорошо Только когда потеплее будет Да Только нужно обувь, во-первых Выбирать удобную Во-вторых, погода И многие бутики, магазины закрыты Я думаю, это связано с тем, что они откроются Вечером В связанности Туристических групп Прям много Да, что-то прям рассказывают Наше прекрасное путешествие по Франции закончилось И мы сейчас находимся в аэропорту В аэропорту Леона Очень красивый аэропорт Я вообще настолько поражен Что я не ожидал, что он такой красивый И вообще здесь все так продумано Клево, классно Мы сдали свою машину только что И мне здесь никто не запрещает снимать Никто не напрягается вообще Мы пришли в паспортный контроль И я опять убеждаюсь, что этот аэропорт мне не просто так понравился И я ставлю этому аэропорту 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 10 из 10 Потому что У нас здесь в сумке Была жидкость Вернее, две жидкости Два вот таких супа Гаспачо наших любимых И нам их пропустили На контроле То есть перед посадкой Вообще должны все жидкости Больше там какого-то определенного объема Забирать А нам два этих супа пропустили И Женя говорит Там у нас еда в сумке Там у нас еда Я думал, там сыр Или колбаска Еще что-нибудь Оказывается, там два литра супа было И нам реально их пропустили Я просто в шоке Там дрон лежит И он говорит Месье В следующий раз, пожалуйста Типа свои электронные штучки Ну, раскладывайте там Чтобы мы их могли разглядеть Чтобы мы не мучились Типа там Ноутбук отдельно Дрон отдельно Телефон отдельно А у меня все в одной куче было навалено Вот Еще в этом аэропорту Есть вот такое устройство Я не знаю Для чего оно предназначено А Это, видимо, для тех Кто хочет спрятаться от всех То есть Можно сюда вот так присесть Закрыть Эту штуку Вот И сидеть И не напрягаться И ни на кого Никого не напрягать То есть Здесь можно, я думаю И караоке спеть И Потанцевать не получится Но Получится зарядить Свои устройства USB есть И Отдохнуть тоже В принципе Здесь неудобно Монитор не работает Но я думаю Когда-то это все работало И Ну, в общем, здесь В принципе, клево Субтитры сделал DimaTorzok